...радио и компьютерную сеть, где им предлагают жить на широкую ногу и вкусить массу запретных плодов. В последнее время все чаще приходится слышать о различных оккультных группах, имеющих сатанинскую направленность. И этому влиянию могут подвергаться дети. Скажи, что тебя толкнуло в эту группу? У меня было желание доказать, что я чего-то стою. Когда я пришла в школу, я была такой девочкой, которая не красится, и была очень спокойной. И первый конфликт, который произошел у меня с одноклассницами, был из-за того, что они предлагали мне покурить. Я отказалась и ушла. И с тех пор начались все эти ссоры. Засовывали жвачки волосом просто из-за того, что я им не нравилась. Еще был такой случай, когда мои одноклассники высыпали мне мусорное ведро в школьную сумку. С жвачками, клочками волос, в общем, с огрызками. И из-за всех этих унижений мне хотелось отомстить и доказать, что я не ноль, что я чего-то стою. Потом пришли в школу эти ребята, с которыми я познакомилась. В последующем оказалось, что они были сатанистами. Они снимают квартиру, но это не единственное место, где они собираются. Но я была только там. В этой секции они занимаются жертвопоношениями. Также они могут подойти к ребенку и просто увезти его с собой. Так как у них считается, чем больше они сделают зла, тем лучше. А какого возраста эти ребята? В основном все ребята школьного возраста. Есть те, которые учатся в институтах, но в конечном итоге они все это забрасывают из-за своего времяпровождения с ними. Мне по-настоящему стало страшно, когда был один случай, что нашему старшему человеку другой человек задолжал большую сумму денег и отказался ее отдавать. В очередной раз, когда мы собирались, старший предложил нам, давайте мы убьем этого человека. Я сначала подумала, что вот я влипла. Тут, оказывается, еще и убить могут. Потом у нас взяли кровь, так как в этом обряде нужна кровь определенного количества людей. Делается заклятие. И в результате так сложились обстоятельства, что этот мужчина просто погибает. Произошла авария. Машина была очень сильно разбита, и этот мужчина погиб прямо в машине. После этого случая с аварией, я стала задумываться, а вдруг я могу оказаться на месте этого человека. Я поняла, что ту защиту, которую я искала, я не получила. Лишь на первый взгляд казалось, что они мои друзья. А оказалось, что они хуже, чем враги. Где же выход из этого тупика, в который попали мы сами и дети, которых нам подарил Бог?